Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Вышло очередное обновление, но перед тем, как начнём, я хочу такое небольшое обращение. Идёт террористическая атака по энергоструктуре, потому что пришли холода и надо украинцев оставить без света, без газа, без тепла. Вот хотел об этом именно поговорить, то, что люди путают нацизм и национализм, то, что люди путают военные действия и терроризм, что прошло уже 8 месяцев с 24 февраля. Я просто приведу примеры. Разбомбить город Мариуполь – это терроризм. Что такое нацизм? Это непризнание другой нации, кроме своей, и искоренение любых признаков какой-то культуры. А национализм – это когда ты находишься в своей стране, вот именно в своей стране, не в Украине, не в Казахстане, не в Китае, в своей стране. К примеру, в России. Ты находишься, и ты качаешь права россиян. А качать права россиян в чужом государстве – это уже нацизм. Если ты русский, находишься в Украине, и ты пытаешься качать права русских в Украине – это, ну, это нацизм. Пример такой. Ну, ты француз, приезжаешь в Германию и начинаешь там качать права. Я француз, вы ущемляете мой язык. Я хочу, чтобы со мною говорили по-французски в магазинах и люди вокруг. Вот это есть нацизмом. Приехать в чужую страну и говорить, что тебя там ущемляют. Пока не было исчезновения света, именно в моем райончике, где я живу, ну, я и в прошлых видео говорил, там я, когда про свой город записал видео, что там дамбу обстреливали, то, что я не удивлюсь, что будут обстреливать дамбу. Ее потом еще два дня подряд обстреливали. Пытались ее добить, но что-то у них там не получилось. Потом я там говорил, что будет пропадать свет, интернет. Это вроде 15-го числа я записывал. Теперь добрались до света. Потом доберутся до газа, когда, ну, мороз ударит. Потом будут по газовым магистральным бить там каким-то, я вам говорю. Вот это называется терроризм. Ну, хотят запугать мирное население Украины, чтобы оно начало возникать. Там, типа, такое плохое правительство, там, ну, давайте, там, пойдем на уступки, типа, отдаем часть территории, что будет считаться победой для нацистской державы, которая, федерации, которая вторглась в мою страну и качает права свои в стране Украина. Ладно, давайте теперь к ивентам. Так, первый ивент. Награда от пробужденных боссов. До второго числа будет ивент. В 12 часов дня. Во время ивента каждый день в 12 часов дня по почте будет отправляться подарок от пробужденных боссов. Видим энергия НХСАД 1000 единиц. Сундук со свитком поручения НХСАД 1 штука. Руда духов 100 штук. Следующий ивент. Сезонный пропуск. Я так посмотрел, сезонный пропуск какой-то хиленький, что-то не очень мне нравится, но, как бы, виталочка каждый день. И этот пропуск у нас будет до 2-го числа, то есть 14 дней. Ну, обычный пропуск, где вы разбираете предметы, там, использовать предметов, там, использовать зелье ускорения. 3 раза. А, хотел заметочку сделать. О, победа над боссами группового подземелья. Если вы ходите в групповые подземелья, и как я, любите их там пройти 2 подряд, не делайте так. Потому что вам там буквально может не хватить очков, чтобы пройти полностью сезонный пропуск. Ну, у меня такого не бывало, но все равно. Смотрите. Победа над боссом в групповых подземельях. Так как это все обновляется в 5 утра, если вы проходите ивент, вы зарабатываете 200 очков. И после 12, сразу же, там, через 10 минут, можно еще раз пройти ивент следующий. И вы его проходите, вам 200 очков уже не дадут. Вам надо ждать 5 утра. То пытайтесь именно после 5 утра проходить подземелья групповые. Один раз в день. Сами подумайте, сколько вы теряете за 14 дней. Это 2 800 очков. Которые там, ну, 200-300 может не хватать, чтобы забрать финальную награду. Так, и давайте перейдем к самому пропуску. То при покупке пропуска, каждый член клана вам дает по 1000 энергий N-хасад. Позволяет получить выбранный предмет из списка. Фрагмент рецепта создания редкого. Оружие, доспеха, украшение, героического оружия. Я так понимаю, один сундучок, это 5 штучек. Это 5 штучек фрагмента рецепта. Для твинов вообще шикарнейший просто пропуск. Шикарнейший. Если для основы так себе, то для твинов очень крутое. Так, дальше идем. Какой-то белый сундучок. Кристалл души. 6 раз. Кристалл души высшего качества 11 раз 1 штука. Но это все рандомно выпадает. Дальше кристаллы. Реликвия энергии. Сундук со свитком поручения N-хасад. Дальше вот такой сундук. Тут видим знак поручения от 500 до 1500. Рандомно. Видим, что можно получить высшего качества 6 раз 1 раз. Карту с 1 сундука. Дальше порошок пробуждения. Реликвия. А вот в таком у нас уже орден славы от 500 до 1500. И тут у нас дальше идет карта Агатиона. Карта Агатиона высшего качества. 6 раз можно получить 1 штука. Это из 1 сундучка. Дальше опять у нас кристаллы. Улучшенный кристалл. Реликвия энергии. И перед финальной наградой позволяет получить следующие предметы из списка. Светок модификации. Украшение. Зелье пробуждения низкого качества. 3 штуки с 1 сундучка. И финальная награда у нас просто неимоверная. Как всегда. Фрагмент рецепта создания редкого оружия. Разобрал. Пам-пам-пам. Заберем. Опа. 38000. К обновлению. 19 октября. Среда. Добавлена система игры без подключения к сети. Тестил. Короче я эту систему. То работает. Но обычная экономия энергии. Но теперь появилась без подключения к сети. Но есть обычная экономия энергии. В самой экономии энергии тоже появилось такое вот окошко. Вот тут видно время. Я тестил 2 минутки. 7 часов 58 минут. Не осталось времени. Тоже нажимаем. Нажимаем окей. Что нам тут пишет. Начать игру без подключения к сети. Доступно время для игры без подключения к сети. Если нажмете кнопку окей. То соединение будет автоматически прервано. Если сумка. Ну и там предупреждение отрали-вали. Да. Или то же самое. Вот. Мы выбираем без сети. Так же самое. Мы нажимаем окей. У нас игра сворачивается. Уходим в АФК на 8 часов. 8 часов в день. Каждые 5 часов утра цифра обнуляется. Если вы потратили. 5 часов утра вы можете опять начинать фармить. Без подключения к сети. Это очень круто. Это. Короче суть в этом. Сейчас будем дальше смотреть. То что вы каждый день теперь можете при выключенном устройстве. Играть в Lineage 2 Mobile. Теперь не надо вот эти бессонные ночи. Раньше я играл в одно окно. То я мог поставить как бы на телефон. Не париться как бы. Но теперь я играю в 5 окон. Как я начал играть в 5 окон. То у меня теперь комп работает без передышки. И я не могу монтировать видео. Нет. Но с 5 окнами то более-менее. Когда они все в энергосберегающем режиме. То как-то более-менее. То можно монтировать. И там есть дискомфорт. Но не очень. Но теперь добавили вот эту функцию. Про которую я сейчас расскажу. И кроме этой функции еще добавили пробужденных боссов. Там исправления некоторые. То такое неплохое обновление. Я считаю. Мне нравится. Очень доволен то что я теперь смогу играть в другие игры. При начале игры. Без подключения к сети. Автоматическая охота будет идти там. Где началась. Включаете автоматическая охота без подключения к сети. И вы 8 часов фармите в том месте. Пока вас не убьют. Есть минусы. Это неадекваты. Типа на Леоне 02 есть такой неадекват мозаи. Который всех убивает. Но когда люди поймут что на него не нужно агриться. Потому что он испытывает эмоции от того что люди бомбят в чате. И он этим питается. Он как эмоциональный вампир. Можно так сказать. Вот ему в приват кто-то там пишет что-то. Отвечает ему. Если на него просто положат большущий болт. То я думаю он отстанет. Если ему не писать ничего в чате. Он не будет испытывать никаких эмоций. Ему надоест играть. Он будет меньше пкшить. И заходить реже. Прислушайтесь к моему месседжу. Это относится к психически больным людям. То что я сейчас говорю это не ко всем относится. Вот этот человек психически болен. Так ежедневно использовать игру без подключения к сети. Можно не больше 8 часов. Подсчет собрасывается в 5 часов каждый день. Настроить игру без подключения к сети. Можно в режиме быстрых настроек. И в режиме энергосбережения. После входа в игру. При завершении игры без подключения к сети. Можно посмотреть сведения об охоте. Вроде полученного опыта и предметов. Который персонаж получил во время охоты без подключения к сети. Условия использования игры без подключения к сети. Все пуш уведомления включены. Персонаж 10 уровня и выше. Персонаж в локации. Где доступна игра без подключения к сети. Персонаж не состоит в группе. Без этих действий. Ваш персонаж не сможет подключиться. Фарму без подключения к сети. Персонаж не участвующий в осаде. Сумка заполнена менее чем на 80%. То есть если сумка будет заполнена на 81%. То когда вы будете уже в этом режиме фармить. То если ваша сумка заполнится на 81%. Он прекратит фармить и просто выйдет из игры. В сумке есть свободное место. То же самое касается. Если сумка заполняется. То фарм без подключения к сети заканчивается. И есть не потраченное время игры без подключения к сети. Если я комп выключу. То этот режим тоже спадет. Но я не уверен. Надо тестить. Условия завершения игры без подключения к сети. Время для игры без подключения к сети вышло. Смерть. Сумка заполнилась больше чем на 80%. В сумке нет свободного места. Способ окончания игры без подключения к сети. Это может способ подключения. Вот АОС. Моментальное автоматическое завершение. При запуске без подключения. Плывающее уведомление при игре без подключения к сети. Тоже интересно. Потому что тут написано. Уведомление о ПВП. То что я прибежал твином проверить. Че стоит мой перс пармит. Я его начал бить. Мне ничего не пришло. Может просто мой персонаж должен отвечать. ПВП. Исчерпанный запас изделий исцеления. Но это очень крутой режим для телефона. Вот согласитесь. Многие играют на работе. И постоянно в сети телефон. Чтобы был тоже такое. То вы просто включаете без подключения к сети. И у вас батарея не садится. Вы можете заблокировать экран. И очень круто. Очень крутая функция. Появляются пробужденные боссы. Глудио. Муравейник. Второй уровень. Сабан. Дион. И Геран. Видим что не все боссы. Потому что. Дион. Нет зараженного Крумы. Катана. И. Мутанта Крумы. Тоже как бы дионовские боссы. Но их нет. Эти боссы. Они в два раза сильнее чем обычные. Если их падает. Больше дропа. Давайте перейдем посмотрим. Вот видим. Есть пробужденная медуза. Пика. Шлем медузы. И раз. Два. Три. Четыре книги. Да. Пробужденная медуза. Добавляется плащ. Айгис. Снижение урона. Ну такое. Не знаю. Есть покруче плащи. У нас добавилась книга Укол смерти. Книга на лучника. Пандрайт. Книга на ножа. Теневой клинок добавили. И тут. Две синьки падают. Тут три синьки падают. Да. И одну синьку добавили. Гаррет. Кольцо величия падало. С обычного Гаррета. Прикольно. Две красные книги. Темный легион. Двуручные мечи. Теперь с пробужденного. Кровавый лук падает. И книга на танк теперь. Железная воля падает. По синьке видим. Две синьки. А тут. И тут две синьки. Мобы. Буря. Вот. Буря. Тоже добавляется. Божественная вспышка. Которую можно купить у торговца клана. Но станет больше краснухи. И синьки. Я думаю. Возможно. Ну давайте посмотрим. О. Видим. Короче. Были боссы. Я как всегда проспал. Пробужденные боссы. Пока месть. Проигрывают. Непробужденным. Короче. Давайте по вещам посмотрим. Два. Три. Четыре. Четыре. Ноль. Пробужденные боссы. Против. Непробужденных боссов. Четыре. Ноль. Ну это пока месть. Это первые боссы. Которые были. Пробужденные. Как они будут появляться. И как часто. Время покажет. Добавлен новый список создания. Кровавый камень безумия. Это для крафта. Фиол пушек вроде бы. Да. Фрагмент рецепта создания. Легендарного предмета. Одна штука. Также добавили. Рецепт создания героического предмета. За рецепты редкого предмета. То есть. 50 штук рецептов. Один героический предмет. Невозможная неудача. И также добавили создание. Легендарного предмета. За 4 рецепта. Героического предмета. Только не путайте. Те рецепты. Которые создают оружие. Броню. Редкие. Они не подходят. Только создание редкого предмета. Меню. Создание. Ивенты. Вот. Кровавый камень. Безумие. Который нужен для создания. Белпушечек. Так. Это за оружие. Так и осталось. Вот. Рецепт создания редкого предмета. И тут нет выбора. Чтобы поменять. Рецепт. Создание. Подождите. Даже привязанный. Рецепт создания редкого предмета. Вот этот рецепт. Он падает с РБ. Как клановых РБ. Так и полевых. РБ. И вот. 50 штук. С шансом. В 100%. Вы создаете рецепт. Создание героического предмета. Перейдем. Фиолу. Слушайте. Очень интересно. Тут тоже нет. Пока. Нет. Изменений. То что. Вот. Привязка подойдет. Я думаю. Привязкой. Но может это добавят. Может оно будет подходить. Рецепт создания героического предмета. Шанс успеха. 10%. Видим. Пишет. Создание с определенной вероятностью. Предметы. Выдаваемые при неудаче. Рецепт создания. Героического предмета. Одна штука. То есть. Один рецептик. Из четырех. Будет возвращаться. Вот. Видим. Слезы тьмы. Символ дракона. И символ тайн. Ну. На дальний бой. На милишника. И на мага. Мах. Точность. Защита. Блокировка. Оружие. Ожерелье. Величие. Ты что. Имба. Просто имба. Фармия. Пвп. Если точнуть его. Еще. Хотя бы. Плюс 3. Плюс. Лесики. Там ловятся. Я знаю. На 8%. Урона. Короче. Имба. Надо крафтить. Надо делать. Добавлены. Ожерелье. Величие. И апеллы. Кольцо. Деспериона. И величие. Видим. Как и ожерелье. Оно крафтится. С двух рецептов. Шанс. Сто процентный. Полномочия правителя. Ну. Соответствует своему названию. Как говорится. Добавлены руны. Которые уже были добавлены. Очень интересно. Которые крафтятся за орден. Императора. 140 штук. И адены. А орден императора. Вот как раз тех сундучков. Там достается по одной штучке сундучка. Который стоит. 100 алмазов. Так. Улучшение. Теперь при повторном входе в игру. Персонаж не исчезает из игры. А остается в ней. При успешном подключении. Можно играть. С места. Где играли ранее. Если вас на пиоре выкинет. Или на олимпе. То вы зайдете в игру. И вы окажетесь на олимпе. А не в городе. Исправлена информация. О повышении шанса блокировки оружия. В описании умения. Блокировка оружия. 1.3. Это книги наследника. Которые. Вот такое вот обновление. Lineage 2 Mobile. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok